Завтра, 20 апреля, мир отметит День цирка. Для юных артистов праздник проходит на сцене. Каждый день тренировки. Впереди большой концерт. Грация, изящность и красота раскрываются на высоте. Воздушная гимнастика, дисциплина молодая, только начинает развиваться, признана официальным видом спорта лишь в прошлом году. Артисты парят без какой-либо страховки и говорят, страха нет. Завораживающие элементы упражнений показывают акробаты. Работаю на воздушных полотнах, у меня дети занимаются акробатикой и все остальное. Новое направление хочу развивать и для меня это нравится что-то новое. Очень много всяких жанров в цирковом искусстве и в принципе можно двигаться дальше. На сцене квилибристы, воздушные гимнасты, жонглеры, акробаты. Цирк – это микс спорта и искусства для тех, кто не боится пробовать что-то новое каждый день. Мы жонглеры. Весело быть жонглерами. Жонглировать можно чем угодно. Еще мандаринами в школе. Можно всем вместе. Кулавами, кольцами и мячиками. Мы делаем элементы и потом уже из этих элементов мы собираем номер. Цирк – это для меня ассоциация такая, где водятся клоуны, где занимаются, где очень много лет тренируются. За внешней красотой всегда много тренировок и усилий. Важна хорошая физическая подготовка, развитие выносливости, гибкости, пластики и многое другое. Главное в аквилибристике – это хорошие ноги, хорошая спина, крепкие руки, чтобы стоять на них. Ну и, конечно, страха высоты не должно быть. В самом раннем возрасте я уже умела садиться на веревочку и делала всякие разные элементы, все такое. И мне захотелось уже осуществить свою мечту, и я пошла в цирковую студию. Свою мечту давно осуществила Олеся Витальевна. Она сама выпускница студии. Я пришла 8 лет и прозанималась до 18 лет, где после я поехала работать артисткой цирка, воздушная гимнастка. На кольце и, по-русски сказать, канат. Это такой яркий мир, где всему нужно научиться, как бы опробовать себя, свои возможности. Эврика основана в 1985 году артистом цирка Владимиром Игониным. Звание образцовый коллектив присвоено студии уже спустя 10 лет. В этом году коллектив отметит юбилей. Вот уже 35 лет во Дворце культуры Родина. Раскрывают таланты. Детей учат быть на сцене настоящими артистами. Кто знает, может именно на этих подмозгах сейчас занимаются будущей звездой мировых цирковых арен. Детей учат быть на сцене настоящими артистами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова